Стандартная ситуация. Один водитель очень спешит, другой едет очень медленно и хочет пропускать. Переканчивается все, как водится. Ты сумасшедший! Чего ты хочешь? Я должна была взлететь, посмотрите, здесь одна полоса! Дальше больше. Вот идут подручные предметы. И когда нервы окончательно устают, участники переходят в кружокоприкладство. Мы, конечно, ситуацию смоделировали. В реальной жизни все бывает куда-то. Как все вести, чтобы не стать участником дорожного конфликта? Что делать со страстью на камень до пределов? Просим совета у нашего автомобиля. Сажайте в них ряд голосов. Самое главное, ты уже все сделала, человек тебя завела, зеркало-то сломала, ты сломала, хочу заметить. Вот так номер. А где, так сказать, внимание? Начинаем разбираться. Самое важное, если вдруг тебя остановили на дороге, и человек явно агрессивно настроен. Ни в коем случае, первое запоминание, не выходить из автомобиля. Никаких разборов, никаких выяснений отношений. Как? А вот так. Остановились, передача включена. Нога на тормоз. Закрыли окна, заблокировали двери. Но и это еще не все. Просим прощения. У него виноват. 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 Вот так. Да, задача полностью избежать конфликтов. Если ничего не происходит хорошего, берешь телефон и спокойно, не обращая внимания на то, что происходит, вызываешь полицию. На этом 90% всех конфликтов заканчивается. Есть еще одно золотое правило, которое работает во всех ситуациях со стопроцентной гарантией. Правило 3D. Дай дорогу дураку. Увидел, если просит кто-то, тебя там моргает, просит пропустить. Ну, пропусти. Ну, для того, что остановись на обочине, включи поворотник, покажи, что не пропускаешь. Пропусти. И тогда не будет вот этого всего, и улетай в зеркало. Вот так. Дайте дураку дорогу и езжайте спокойно по своим делам. Главное, не доказать свою повадку. Главное, избежать конфликтов.